Добрый день, уважаемые любители шахмат. Играю на шахматной планете соперником под ником Евгений27. В этот раз попробуем вместо Бенонера сыграть закрытый каталон. Ну и что у нас за вариант закрытого каталона будет? Е4. Ну это то, что Аврух рекомендовал в своей книге. Ну так у меня даже в классику была партия сыграна. Недавно я в Блиц проиграл штамбаляков, выигранный абсолютно. Позицию в этом варианте умудрился как-то сделать. Кунь Б8, хочу в коня на С6 перевести. Ну здесь может и другие продолжения есть. Так, аж 4. Ну что странно, он дает возможность кунь Б4, Ферз Д1. Что это за такой ход? Еще, не, ну это неправда. Если ты зевнул, то играй дальше. Что за ход Ферз Д1? Я не понимаю таких людей. А зачем было Ферз Д1 так быстро ходить, если? Потом переходить. Герой, ну да, герой. А тронул ходи, то что перехаживать нельзя, это нормально? Вообще. Ну таким людям, наверное, скорее всего, нужно играть на скамеечке с пенсионерами. Там можно перехаживать. Или с компьютером. Тоже я когда-то занимался таким, что играл с компьютером. И там кучу раз перехаживал и выигрывал. Так самооценку поднимал, что можно выиграть у компьютера. Ага, ну это неинтересно. У меня лишнее качество, конечно, здесь у него никакой атаки нет. И в общем-то, партия испорчена моим же соперником. И он только обвинить в этом себя может. У меня элайди. Захожу по линии С. Ну слона надо подвести на Д3. Потом Б5, конь Б6. Или что-то в этом роде. Можно слон Е4 поменять. Ну тут, конечно, стадия реализации преимущества. В большем степени. Так. Даже не знаю, какие идеи из моего соперника придумать. Жертва на А6. Потом на Ф6. Он не сможет просто реализовать. Ну Кой на Ц5 идет. Ну этот Кой я могу поставить на Ц7. Правда, лучше поменяться, поскольку пид на пешку А6 бы нападал бы. Ну и Ферзей можно поменять. Ну, он пешку отдает. Я, конечно, не буду гиздевать Ферзя. Ход КНФ6 пропускать. Что дальше? Дальше КНБ6 последует. КНЦ4. Что в этом роде? Соперник задумался А4. Все равно можно. Можно взять на А4. Можно не брать даже. Можно А5 походить. Ну и сейчас можно А4 походить. Если он возьмет. Можно на Ж3 побить даже. Правда, он может на А6 ударить. Читая, об этом не подумал. Ну тогда у меня в шаг будет на А4. Заберу на Д4. Ну, у него какие-то проходные пешки нет. Так не ходят. Ну и забираю. Войдя Б8. Если он Ферзи 2, то у него В5 нет. Ну, КНЮ отступлю. А иначе... Оно Б2 забираю. Ну и... Вожу КНЯ в игру. Хочу КНЦ4 походить. Молодец. Да. А кто виноват? Ну... Ну да, вы видели. Мой соперник немного неадекватный. Обвинил меня в прошествии. Сейчас... Новая партия. У меня Симонцев соперник. Гроссмейстер с Харькова. Если вы не видели мое видео, как я играл с тем в Южном 2012 году, обязательно посмотрите эту партию. Я его абсолютно не боюсь. Поскольку знаю, что он, собственно, не играет на 2500. На 2400 с небольшим он играет. Ну и... Конечно, что получилась странная. Странный вариант какой-то получился. Вместо сицилианской защиты с Ж3. И, по-моему, не очень приятная эта связка. Как-то он очень хорошо эту партию разыгрывает. Иногда я играю против более высокорейтинговых соперников и их недооцениваю. Ну... Д5 он может походить. Он даже Конь Е4 ходит. Что так же неприятно, но бью на Е4. Есть связка неприятная. Ну, фигуровая по-любому как-то проехала. Можно Ферзь Б5 походить, но тогда Слон Е4 Ферзь Б7 Конь Д4 я лучше ударю. Может побить Слоном, может побить Ладьей. Ладьей, наверное, побьет, потому что это с темпом. Я не хочу вставать под связку у Ферзь Д3 или Ферзь С2. У Ферзь Б5 тоже не хочется ходить. Но дело тут в том, что он Д5 сейчас может походить и пешка НЦ5 будет подвисать. Даже тут партия не задалась у меня. Что делать? Надо защитить пешку или не надо. Может напасть на Д5 как-то? Коня надо убрать. Куда? Ладно. Прогоню слона. Попробую с конем на Ж5 прыгнуть. А он на Е6 отступает. Собственно этого я хотел. Поскольку теперь могу поменяться на Е6. И у меня пешка на Ц5 хоть слаба. Но у него слабость на Е6 возникла. Ну защитил пешку. Правда опять неприятно. Потому что на СВ2 в конце 2 может последовать. Войдя Б1 он бьет и бьет на Ц5. что-то не удается мне в этой партии ухватиться за что-то. Войдя С1 он возьмет на Б4 еще на Ц5 будет слаба. Ладно. Пожертвую качество. Может тут что-то интересное меня ждет. Все. Он возьмет и могу взять. Взять на Д5 с угрозой мата. Он отступает. И что дальше? Если Ф7 то Ф8 G5 интересно что-то потом Ф6 походить G5 допустим конь Ц2 Ф6 слон Ф8 и слон Е4 Попробую G5 наверное походить по тому можно конечно на 1 ударить но нет сколько на Б4 падает потом Ц5 рано или поздно упадет надеюсь что он конем на Ц2 отступит правда у него другие ходы есть самый простой из которых просто взять пешки на G5 что-то я об этом не подумал да такое бывает что рассматривая что-то хитрое а простое взятие пешки даже в голову с самого начала не приходит я просто отдал пешку надо было брать на 1 сильно ничего не поменялось на самом деле просто позиция чуть ухудшилась еще ну и он забирает ну да беда в том что никакая тактика с ударом на G7 не проходит так как у него достаточно защиты ну да он меняется ну если на B7 ударил на A2 ударит а ну да я не успеваю на C2 да все тут я проиграл не имеет разницы ну да G5 походил плохо но как оказалось это не самая главная ошибка ну попробую с тем же соперником разыграть ту же систему что-то он в этот раз мне дает возможность в 1 на E1 поставить а не ферзя на E2 конечно это намного более приятнее поскольку мы увидели что в прошлой партии мой ферзь как-то подвязался неприятно E5 он походит или нет а E5 H3 я могу походить и D4 все равно провести ну это расстановка не знаю наверное Бео перевеса нет на самом деле но у моего соперника тоже эта расстановка не совсем понятная ну подличит предыдущей партии водея 8 слон F8 теперь как-то медленно все я даже могу попробовать ударить что-то или прыгнуть конем допустим куда-то Z4 не знаю размен водея 8 то же самое пытается сделать но тут у меня есть дополнительная возможность я могу E5 прорваться сейчас попробую не на коровы уже играем все таки ого сколько кстати наблюдателей ну да раз министр против меня играет он кстати ход конь B5 явно я зевнул если слон D8 то конь D6 и как минимум начал E7 конь F5 ну может что-то больше есть но слон D8 сам вообще не хочется не смотрится этот ход абсолютно вот для B8 и C7 и C4 дальше E6 для начала ну попробую прыгнуть так ну и что дальше D8 и E6 должен бить конечно может впрыгнуть конем но тогда я на F7 ударю слон F4 если он возьмет то конь E6 решил вообще третье продолжение выбрать конечно конь E5 на прашу поиска но увы конь на C6 стоит поэтому но до этого коня сначала C6 выменят скорее всего конь E5 походить скроет моего слона скучающегося на G2 скучающего уже заговариваюсь немного кстати минута времени лишняя что вообще великолепно ну и конь B5 угрожает ну в меньшей мере есть других неприятная угроза есть B6 но конь B5 пешка на A7 падает D8 он походит скорее всего потому что значит с ладьями на доске еще сложнее его дела а приятно что теорию этого варианта совсем не знаю как-то мой соперник тоже ее не знает как-то был пешки B6 зайти все эти слоны на самом деле сейчас мои фигуры немного назад пойдут конь надо коня выводить без засады если конь B5 то может последовать слон D3 наверное надо поменяться или нет все-таки хотя слон D3 слон C1 слон F1 нет слон F1 не хочется поскольку он мог побить на B5 и побить на C3 а нет конь подвеса нет но что-то я начал флаг рубить и по-моему очень много времени у меня очень много времени но надо подумать что-то я просто начал флаг рубить и как-то большую часть своего перевеса выпустил но на E4 не может прыгать потому что проигранный пешок походить G4 надо походить чтобы на всякий случай и D1 чтобы защитить пешку на B2 но он идет все равно за ней ага вот так вот защищу вот так вот даже G5 ооо вот это не ну а конь E3 размен был у меня все равно там на C1 королем приходил так что